15 августа в пресс-центре Комсомольской правды состоялся круглый стол с представителями политических партий и кандидатов, принимающих участие в предвыборных кампаниях на территории Волгоградской области. Ключевой темой встречи стало уже традиционное подписание соглашения за честные выборы. Сегодня такое количество партий пришло сюда, это уже говорит о многом. То, что на избирательных участках большинство из пришедших сюда партий поставит своих наблюдателей, это тоже хорошо, правильно, и это даст возможность усилить прозрачность этих выборов, уверенность в том, что они честные. Мы сегодня с вами говорим о соглашении, о подписании соглашения, о том, что мы готовы идти с вами все вместе именно вот этим путем. На мой взгляд, соглашение, я повторюсь, традиционное стало для нашего региона. На мой взгляд, его нужно подписываться, и не только подписывать, но и придерживаться тех пунктов, которые здесь обозначены. На круглом столе присутствовали руководители около 10 партий, и мнение о целесообразности соглашения и честности выборов разделяли не все. О каких честных выборах мы можем говорить сейчас, и говорить о подписании, когда вот с моей стороны, я думаю, многие политические партии меня поддержат. Мы должны выразить недоверие, прежде всего, господину Сиренко и его территориальной комиссии избирательной, которая взяла на себя полномочия городской. То есть, если мы видим, что у нас партия «Единая Россия» два раза вытягивает первый номер, и мы видим, как перекладываются листочки, и полномочные представители сидели в зале, им не дали этого делать, ну, ребят, какие честные выборы? Вот это нет, это уже все, знаете, так, лозунги, больше ничего. Самой актуальной и обсуждаемой темой круглого стола была проблема честности выборов. Ее коснулись практически все участники. С той лишь разницей, что некоторые осуждали избирательные компании и конкурентов, а другие видели проблему в избирательных комиссиях. Что касается ведения самой придуманной борьбы, вот никому нет замечаний. На мой взгляд, все нормально. Каждый агитирует, как может, каждый агитирует, как умеет, и каждый перед собой ставит те или иные цели. Другое дело, подсчет, мы все помним подвиги нашей областной избирательной комиссии, по сравнению с которой подвиги Геракла, это отдых в пионерском лагере. Вот, ну, я думаю, что это были последние подвиги, а сейчас будет нормальная, такая вменяемая, хорошая работа, объективная работа по подсчету и так далее, и так далее. Это действительно выборы не федеральные, а муниципальные, и здесь все, значит, несколько по-другому. Поэтому я полагаю, что здесь, здесь все зависит от нашей активности, от нашего контроля последнего дня голосования, ну, и от объективности и честности к тех, кто работает в комиссиях. Тем не менее, по итогам круглого стола соглашение за честные выборы было дополнено некоторыми изменениями. Многие из руководителей партии одобрили соглашение тут же, но были и те, кто согласился подписать документ только после внесения пунктов с изменениями. Татьяна Левашова, Олег Буравцев, Евгений Маслов, Волгоградское деловое телевидение.